Добрый вечер, друзья мои. Сегодня у нас в гостях очаровательная гостья, и я бы сказала, что вот такие гости бывают не каждый день. Это солистка национальной оперы, певица, которую знает весь мир. У нас в гостях Людмила Монастырская. Известная оперная певица, солистка национальной оперы Украины, поет ведущие партии в операх Верди и Пучини. Исполняла заглавную партию Аиды в спектаклях Миланского театра Ля Скала и на сцене Метрополитен Опера. Выступила в Лондонском королевском оперном театре Кавенгарден с партией Эбигейл в опере Джузеппе Верди Набуко. Ее партнером был известный испанский тенор Пласидо Доминго, заслуженная артистка Украины. Лауреат государственной премии имени Тараса Шевченко, Людмила Монастырская. В программе Натальи Влащенко «Люди. Харддок». Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. Во-первых, я рада, что вы пришли. Я знаю, что это большая удача, потому что в Киеве вы бываете нечасто последние годы. И счастливы вас видеть в этой студии. Я сразу начну с банального. С того, что писали о вас все газеты, журналы, сайты. С того, что говорили по телевизору. Вы пели на лучших площадках страны. И в том числе и митрополитен опера. И генеральный менеджер театра этого назвал вас лучшей Аидой за последние 50 лет. Вот что такое лучшая Аида? Вообще по каким критериям, кроме бокальных данных, оценивают, скажем, что этот человек лучше Травиата, лучше Аида, лучше еще кто-то. Это что? Это особо артистические данные? Или это особая трактовка роли? Или это еще что-то? Вот что такое лучшая Аида в вашем случае? Я думаю, что в моем понимании это, наверное, технические, да, наверное, прежде всего какие-то... Как ты справляешься с техническими средствами над ролью. Это раз. Ну, такие вокальные нюансы чисто. Вот. И потом, безусловно, интерпретация. В общем, интерпретация роли. Ну, и, наверное, какие-то чисто такие личные, да, ну, то есть, как бы, певица – это же целый комплекс. Это не только голосом по себе. То есть это фактура, там, рост какой-то. Ну, в общем, я думаю, что в его понимании, вот понимание, тем более, не нужно забывать, что это американец. У них немножко другой менталитет. И я думаю, что это вот в комплексе. Это темр, голос, это интерпретация, это техника, это вот как ты себя ведешь на сцене. Вот в таком плане. А в вашем случае, смотрите, ведь вы поете в классической опере, да? И в вашем случае, кто решает это? Потому что в драматических спектаклях бывает по-разному. Бывает трактовка режиссерская, и он говорит артисту – делай это, это и это. Мы будем, вплоть до разводки мизансцен, до того, как должно это звучать и так далее. Как это происходит в опере? Кто решает? Это идет от актерского нутра? От нутра концепцию решаете вы, как вы будете пить? Или все-таки вы это обсуждаете совместно с режиссером? Безусловно, режиссер рассказывает свою концепцию. Но каждый актер, каждый певец – это же как индивидуальность. То есть мы, естественно, интерпретируем все индивидуально. Мы же пропускаем через себя, через свое понимание. И это все по-разному, у каждого по-разному. Даже вот мои спектакли, допустим, через… Вот сегодня это одно, через 5-10 дней, через месяц, а тем более через год. Это совсем та же роль, но она уже по-другому. Уже я ее по-другому играю, чувствую и все остальное. Людмила, а как меняется опера, скажем, за последние 50 лет? Потому что классическая опера в глазах аматоров, таких как я, например, это нечто незыблемое. Это прежде всего голос, бокал, а все остальное – это внешность, сцен движения или еще что-то – это такой приятный бонус. И в итоге мы всегда видим певцов, красивых, больших людей, которые монументально, как статуи свободы, стоят и что-то исполняют. С разной степенью, так сказать, мастерства и обаяния, потому что все-таки есть разные школы. И там, скажем, российская школа, да, там лица, например, Дмитрия Хворостовского, она гораздо более прохладная, чем, скажем, итальянцы, которые очень экспрессивны и так далее. Можете со мной поспорить, если захотите. Но меняется ли вообще в принципе сам подход? Потому что балет, да, он меняется, и очень видно это существенно, потому что, да, там есть классика Дягилева, а есть там Бежар уже, да, или там еще какие-то другие известные балетмейстеры, когда вот сам ритм жизни сподвигает к тому, и вообще как бы оболочка вот этой внешней жизни, к тому, чтобы менять форматы и менять формы. А вот как с классической оперой это происходит? Я думаю, что с течением времени, безусловно, меняется тоже подход и к оперному искусству. Почему? Ну, наверное, ритм жизни, он ускоряется гораздо все быстрее, гораздо все насыщеннее, и даже где-то упрощеннее, к сожалению, к огромному. Потому что, опять же, я вот уже еще раз я повторюсь, что я говорила неоднократно, что вот опять же, та же Германия, они почему-то практикуют такие более постановки модерновые. Я этого не приемлю, честно. Серьезно? Да, я этого не приемлю, почему? Потому что очень часто это мешает певцу выполнять его прямую задачу петь. Вот, а опять же, я еще раз повторяю. То есть они просят больше двигаться? Это очень все прекрасно, если это не мешает пению, конкретно в данную секунду. Потому что есть роли, которые включают в себя безумную технику. Голосовую. Колоратурную технику, когда ты должен стоять и не отвлекаться буквально, потому что лишние движения, даже если это какая-то крутящаяся сцена или какие-то декорации, которые вот они двигаются. Вот, это отвлекает. Очень сильно, смотря какая роль. Поэтому, ну, безусловно, да. Получается, что классическую оперу можно двигать вперед за счет любых сценографических ухищрений, за счет, там, скажем, балета. Но певцы как стояли, так и будут стоять. Нет, я вам скажу, что... Извините вы за такую примитивную трактуру. Нет, нет, нормально. Я, в общем-то, где-то в чем консерватор? В том, что не нужно мешать петь. Вот это главное. Вот, допустим, в этих модерновых... Вот сейчас я приехала в Дойче Опер, это Берлин. Я пела сейчас на Бука. Вот опять же. У нас в опере это не так давно сняли этот спектакль. Он не идет, но мы очень надеемся, что его восстановят. Так вот, там партия Бигаильса про новое. Это очень сложнейшая партия. И при этом вот то, что я пела, я двигалась очень стремительно. Надо было там взобраться на какие-то возвышенности. Там разного уровня. Сбежать куда-то. Сбежать вот в каком-то маленьком таком проигрыше между... Тяжело было? Да, это было тяжело. В том плане, что был вот такой каблук огромный. Была очень узкая юбка. То есть такой костюм модерновый. То есть современный совершенно костюм. Вот. И была как двигающаяся сцена. То есть она кружилась все время. То есть у кого вот немножко проблемы с вестибулярным аппаратом, допустим, я такое допускаю, что люди-то разные, здоровье разное. То есть это немножко не всем подходит, будем говорить прямо. Вот я не знаю, насколько тактично или без такт на этот вопрос, но страшно интересно, почему все оперные певцы и певицы люди в теле? Это какая-то такая физиологическая необходимость для пения? То есть очень худеньких мало? Очень худеньких мало. Да, мало. Почему? Потому что оперные спектакли отпеть – это огромные нагрузки и физические, и нервные. Вот. И прежде всего, конечно же, физические. Потому что мы же действительно не стоим на месте. Мы двигаемся весь спектакль. Вот. Есть взаимодействие с партнерами. Как драматический спектакль, но еще при этом надо петь. Люди теряют 2-3-4 килограмма за спектакль. Ух ты! Прямо как футболисты. Вот. Да. Так что… Вы считаете, что физические силы больше все-таки у людей, которые не субтильные? Есть своя специфика. А певческая какая-то есть специфика? Вот там опираться как-то на диафрагму, что-то такое. Вот. Или это к весу вообще не имеет никакого отношения? Да. Есть. Технические свои нюансы. Я говорю, что есть разные амплуа. Допустим, травиата, виолетта – это одна фактура. Это более как бы… Потому что специфика голоса – это не драм-сопрано, это лирическая сопрано, лирика колоратурная. То есть… Вот она по своему образу, она должна быть немножко тоньше. И ей не нужно опять эти драматические роли, которые требуют тоже огромной затрат и физических сил. А люди, которые… Вот, допустим, певицы, которые поют более крепкий репертуар, как мы говорим, вот, они более как бы так… Более крупно выглядят. Людмила, вот за последние годы, я отслеживаю, огромное количество наших исполнителей, наших вокалистов, особенно женщин, имеют успех в мире. Есть ли разница какая-то в подготовке и в школах? Потому что украинские певицы, да и часть российских тоже, они, в общем-то, все принимаются на ура на западных площадках. У нас лучше подготовка, у нас лучше школа, или я… Мне так просто отсюда кажется, что наших много гастролирует, или во всем мире, скажем, школы хорошие, просто они разные. Ну, есть прекрасные певцы. Потому что есть же, извините, есть мифология, что русский балет, например, самый лучший, да, в мире там. Не знаю, насколько это сегодня отвечает действительности, но довольно долго об этом говорили. А вот что вот, так сказать, с вокалистами украинскими? Или это особо какие-то природные данные? Это особенные природные данные, безусловно. Я не знаю, чем это исторически. Которые связаны именно с нашей территорией, да? Да, безусловно. Но даже говорят, что украинцы очень хорошо поют всегда. Вот еще много. Ну, это и фактура, прежде всего. Оперное искусство, оно требует фактуры на сцене. Если тенор метр пятьдесят, ну, извините, есть сопрано высокого роста, допустим, метр восемьдесят. Соответственно, должен быть достойный партнер и соответствующий партнер, который, ну, когда он на две головы ниже, он это не смотрится. Вот, украинцы, да, я вот, допустим, могу привести такие примеры. Опять же, Александр Цымбалюк, это бас из Одессы. Красивый парень, бас, который поет везде в мире. И вот Билл и Виталий, это баритон, тоже из Одессы. Вот два человека, которые вот они просто, когда их видят в мире просто, люди просто, да, они только, им даже петь уже не нужно, понимаете? Вот даже смотришь на них, это видно, что это вот породистые такие мужчины, понимаете, как это правильно сказать. Вот, и женщина тоже, Украина, да, она славна своими вот красивыми людьми просто, а еще к тому же и талантливыми. Безусловно, это люди, которых можно сразу отличить на Западе, да. Что это славяне, в частности, это украинцы, да. Людочка, а вот, знаете, очень хотела вам задать этот вопрос, потому что я вот езжу, когда по миру, да, я обращаю внимание, что все-таки вот уровень престижности оперного искусства в разных странах простыми людьми воспринимается по-разному. Вот, скажем, американцы, даже очень простые люди, вот я смотрела, у них там есть государственная программа, когда американцы по всей Америке, по всем штатам покупают абонементы на оперный спектакль, и каждую субботу они приходят в свои кинотеатры, даже там, где нет театра, и им прямую трансляцию включают с ведущих оперных площадок Соединенных Штатов Америки, и они все слушают оперу. Простые фермеры и так далее. Они сходят с ума просто поэтому. Они, это их мечта, вот, прийти и послушать новую премьеру. Ну, у нас же нет таких традиций. У нас не мечтают там люди там в деревнях, например, съездить в оперу послушать. Почему такое вот разное к этому отношение? Почему, скажем, на Западе спокойно покупают за 200 долларов себе билеты или там за 300 евро, да, в оперу? У нас все-таки, ну, там, больше, чем на 100 гривен, не согласны, или на 200. Ну, разный социальный уровень, во-первых. Люди себе не могут этого позволить потом. А уровень популярности? Уровень популярности тоже. Ну, в принципе, опера – это же элитарное искусство. Она не будет массам никогда принадлежать. В принципе, люди ходят вообще в театр, как в таковой конкретно театр, в само здание. Люди уже подготовленные. Да, Америка, в частности, Нью-Йорк, они практикуют то, что возле Метрополита они ставят огромный экран. И иногда делают прямые трансляции. Там Богема, вот, допустим, там Кармен, любые спектакли. Люди вот на площади имеют возможность просто вот сесть, даже ни кресла, ни какие-то там стулья, просто вот садишься и смотришь. Как-то заинтересовывают, понимаете, вот средний класс, я думаю, молодежь тоже. Вот, ну, Америка немножко другие, да. То есть популяризация оперы – это всё-таки вот с этим надо работать? Безусловно, безусловно. По самому по себе. Вы пели, ну, опять же, это общее место, это о вас известно. Вы пели с лучшими исполнителями мира, да? Ну, вот, скажем, даже люди, которые не любят оперу, они ни разу в жизни не были, они знают, что есть такой исполнитель, как Плася Доминго. И, да, вы пели с Дмитрием Кварастовским. Вот, ну, с рядом других исполнителей, которые действительно являются мировой величиной. А что такое партнёр для, там, скажем, певицы вашего уровня? И насколько это важно? И как вы, были ли случаи в вашей жизни, когда вы отказывались от партнёра и говорили, я не могу петь с этим человеком? Вот что важно в таком сотрудничестве? Да, здесь очень важен контакт такой тоже какой-то есть, потому что всё равно возникает или симпатия, или антипатия. Всё равно, потому что мы все живые люди, мы немножко, так сказать, на таком человеческом уровне вначале тоже воспринимаем. Партнёр очень важно. Это если старшие какие-то коллеги, партнёры, да, это уже, конечно же, чувствуется, от них немножко, ну, тоже идёт вот такой позитив, потому что это люди, которые поработали много лет, уже там 40 лет на сцене, допустим. Ну, младшие коллеги, да, это немножко другие нюансы там. У меня был один случай... То есть звёзды они более великодушны, да? Будем так говорить, да. Один случай у меня был просто... Ну, у меня не было такого прямого конфликта, допустим, с дирижёром, но вот именно есть один дирижёр в мире, с которым я бы предпочла уже не работать, потому что... Это кто? Нет, я не буду назвать, он очень известный, и, в принципе, это из молодых... Это зарубежный или наш? Зарубежный, из молодой такой вот плеяды сейчас, очень талантливый действительно дирижёр. А почему не работали бы с ним? Потому что это очень важно, вот ещё, как контакт между людьми, и вот как он себя... Он позволяет себе многие вещи такие немножко, которые непозволительные, на мой взгляд, хамство и тому подобное. То есть неуважительное отношение, допустим, к хору, к солистам и там, к оркестрантам. А для вас это очень важно, вы не прощаете такого. Не только для меня, я считаю, не то чтобы я не прощаю, но я бы предпочла вот больше с ним не встречаться. А вот Пласида, да, вот я в каком-то дире прочитала, что вы рассказывали, что вот ему женщины ботинки целовали, настолько его боготворят, как артиста. Я никогда не видела, чтобы кому-нибудь даже из самых очень известных, наши исполнители целовали ботинки, то есть там принципиально другое отношение к этому виду искусства, возвращаясь к нашему предыдущему вопросу. Какой он, расскажите, вот как вам снимали? Ну, это было совершенно совсем недавно, это был май месяц. Мы с Пласида исполняли, это уже четвертый раз мы с ним встретились, исполняли «Двое фоскари», это ранняя опера Джузеппе Верди, это была «Барселона», театр Лисеу. Пласида там не пел до этого пять лет. Вот он спустя пять лет туда приехал, он сам испанец, как известно. Люди в Испании, не только в Испании, вот мы и в Германии с ним пели, и в Великобритании его боготворят просто, боготворят. Публика покупает билеты буквально за три года на него, за два с половиной-три года. Его очень ждут. И вот буквально вот пожилые женщины, которые вот уже после окончания нашего представления, вот они просто вот карабкались на эту сцену просто и хотели вот как-то к нему прикоснуться, дотронуться. Что-то вот просто, понимаете, это какая-то эйфория, вот это, понимаете, какая-то после. То есть настолько, наверное, влияет его какое-то исполнение тембр-голоса, сама харизма его, вот это неповторимое. Энергетика артиста – это великая вещь, да. Да, буквально зал, он… Люда, а вы чувствуете разницу восприятия, скажем, когда вы там поёте, скажем, в Берлинской опере, там в Метрополитен и в Киеве, например, чувствуете разницу вот этого вот зрительского восприятия или всё-таки нет? Ну, в любом случае мы, безусловно, чувствуем энергетику зала. Вот. Так что, в плане, это другой вопрос, когда, насколько подготовлен зритель, чтобы идти и слушать, и воспринимать. Ну, конечно. И именно воспринимать уже. Это уже вопрос номер два. Но, в принципе, зал всегда ощущается, да. И нельзя сказать, что у нас там, допустим, хуже или лучше, вот какие-то такие вещи. Разные нюансы, разные нюансы. Есть и в Германии публика в разных городах, она тоже разная, вот, допустим, там или там в Великобритании. Да, испанцы, допустим, если об Испании и об Италии говорить, это более открытые люди всё-таки. А вот если, смотрите, вы пели с Хворостовским, например, да, и с Пласида. Вот в чём разница, так сказать, подхода? В чём разница? Ну, мне всегда, вот на мой непросвёщённый взгляд, казалось, что Дмитрий, он, конечно, великий певец, это безусловно, но он несколько такой, ну, прохладный. Когда я слушаю там итальянцев или там, я не знаю, испанцев, они всегда более экспрессивны, они всегда более тёплые и так далее. Или это просто чисто такой аматорский взгляд? Ну, я, как его коллега, могу сказать, что Дима всегда выкладывается на сцене максимально. Мы работали с ним два раза. Первый раз мы встретились в 2013 год, это был Рим, римский оркестр Санта-Чичилия под управлением Антонио Папано, который работает и в Лондоне тоже. Вот, и он пригласил Диму, и мы с ним пели «Балмаскарад». Это была концертная версия, а потом вот сейчас, вот 2015 год, начало года, это в Великобритании, в Ковингардене мы пели уже спектакль. Я хочу сказать, что и в Великобритании, и в Италии его воспринимают просто вот такие браво, такие бис вообще, не бис нету, но браво, такие вообще просто в зале. Несмотря на то, что, допустим, Великобритания, это не Италия, это имело место, то есть он выкладывается максимально. Ну, а вот вы же все-таки человек изнутри этой системы, а есть разница какая-то между ними? Ну, я не говорю о разнице голосов, там, понятно, все такое. Но вот в подходе, в формате артистическом... Вы имеете в виду между кем? Между Хворстовскими, допустим, и Доминго. А, и Доминго, ну... Это вот эти русская и западная школы, она как бы в чем-то разнится? Ну, если говорить о репертуаре, то, допустим, нам, или там славянам, украинцам, допустим, там россиянам... А в отношениях с залом, вот есть разница? Я хочу сказать такие нюансы тонкие, что, допустим, нам ближе, допустим, русские романсы, допустим. Да, я их очень тоже люблю, потому что в консерватории мы это все проходили, мы сдавали экзамены, и мы знаем эту музыку, все... Допустим, тот же Чайковский, тот же Рахмани, нам это ближе, потому что мы знаем текст, мы знаем, о чем речь. Вот, но, допустим, касательно вот Пласида, да, ему ближе вот консоны какие-то вот эти вот испанские, какой-то фольк... Более такое, знаете, вот... Понял, вот экспрессивный. Экспрессивнее, да, экспрессивнее, конечно, менталитет нужно тоже учитывать, да, потому что вот все-таки славянские народы, они более такие глубокие. Они глубокие, но аутичные, более закрытые, наверное. Более закрытые, вот. А эти вот... А это все наружу, да, все эмоции наружу. Это не всегда, кстати, может быть, человек, знаете, я не говорю там о личностях, о персоналиях. Я хочу сказать, что такое бывает часто, что наружу это, а внутри ничего нет. Вот, поэтому это потом уже раскрывается. Это правда. Ваш график, Людмила, ваш график расписан на годы вперед, вот на три года вперед, как мне сказали, расписан, вы уже точно знаете, где вы будете выступать, не знаю, 25 января, например, там, 2016 года. И это достаточно сложная жизнь. Вообще, это так красиво звучит только, да, с точки зрения литературы. Я знаю, где я буду там ездить, где я буду выступать, но это сложно для человека, у которого есть семья, у которого есть муж. Ваш муж тоже, ваш коллега, тоже вокалист Александр Монастырский, да, который в Киеве работает. Мой экс-муж, у него уже другая семья, мы с ним уже в разводе, пять лет, да. Вот видите. Это устаревшая, так сказать, информация. Я не знала. Вот тогда, тогда вы просто предвосхитили мой вопрос. А вот эти все поездки, вот эта вся жизнь постоянно в графике, если ты только не ездишь со своим мужем, она как-то разрушает отношения? Я хочу действительно сакцентировать на этом, что семейным людям, да, очень тяжело, поскольку это разные контракты и разные вообще континенты даже бывают. А постановка это полтора месяца. А бывает такое, что из Америки сразу летишь в Японию, еще там полтора месяца сидишь и тому подобное. Вот, если это два певца, соответственно, у одного это одни контракты, у, допустим, у другого чек это, ну, соответственно, то есть, да. Вы развелись из-за этого? Нет, нет, причина была в другом, но мы с ним прожили 15 лет, в счастливом браке, и дети у нас взрослые уже, мы общаемся, как приятели. Вот. А ваше сердце свободно на сегодня? Ну, это уже... Ну, по крайней мере, вы официально пока не замужем. Нет. Ну, восхитительная партия для любого мужчины желанная, я думаю. То есть, а вы пользуетесь в жизни успехом? Вот это вот, скажите мне, эта слава, которая у вас есть на сцене, она же каким-то образом пролонгируется в жизнь, когда человеком восхищается, когда ищут его внимание, когда ему там хотят подарить букеты и дотронуться до него, да? Это же как-то... это как-то меняет личную жизнь. Вот вы же прошли те времена, когда вы там скромно пели, спокойно выходили из гримерок, и никто к вам не... А теперь у вас совсем другая жизнь. Это как-то отражается на личной жизни и на внимание к вам мужчин? Я думаю, что отражается, но у меня есть свои внутренние какие-то моральные устои и принципы. Так как меня воспитали мои родители, допустим, от которых я не могу там отойти. Но да, безусловно, многие люди воспринимают артиста вот как бы через сценический образ, вот так будем говорить. Но это немножко ошибочно, считаю. Хотя это отдельная тема, когда вот роли, роли, это я хочу подчеркнуть, они очень сильно влияют на становление личности. Серьёзно? Да. На меня так точно. А как? А как? Ну, хотя бы один маленький примерчик. Ну, потому что, когда мы интерпретируем этот образ, мы же проживаем жизнь данной героини. Будет чья-то жена, будет обманутая жена, какая-то там якобы любовница. Ну, вот как в Балмаскараде, допустим, Амелия, вот у меня был 1-го числа, Юлия, 1-го Юлия, Балмаскарад здесь. Вот в чём здесь героиня? Муж почему-то решил, что она изменила ему, но до этого не дошло дело, будем так говорить прямо. То есть, и он убивает этого своего друга, вот друга своего заподозрятого Рикарда в том, что он якобы его предал как друг. Но, как оказалось, это... Своего мужа подстрекает к тому, чтобы убивал. Вот я читала, что вы очень натурально, так сказать, это изображали. Да, это уже роль, я пою уже скоро 5 лет эту роль, и она действительно... А вы настраиваетесь как-то перед этим? Потому что, знаете... Да, я настраиваюсь. Там женщина, которая пострадала от того, что винил муж, которая любила, которая очень лирична, которая... Да, это драма, это одно. Агрессия и кровожадность, это другое. Что вы с собой делаете перед тем, как выходить? Это какие-то особые приготовления? Ну, они... Я-то мои секреты, как говорят, я их не буду выдавать, да, но я... Что-то всё-таки происходит. Что-то, да, нужно себя настроить, безусловно, поскольку это же, ну, как бы, должно быть натурально. Звук и всё. Я хочу вам задать один дикий вопрос, не удивляйтесь, он совершенно дикий, но я хочу спросить, потому что... А употребляете какие-то стимуляторы исполнителей? Употребляю. Вот есть такая практика. А что это за стимуляторы? Понятно, что не алкоголь, алкоголь влияет на связки. Ну, кто-то колет какие-то уколы, просто какие-то витамины и тому подобные вещи, там ещё какие-то посложнее там что-то. А всякие вот эти вот, то, что называется наркотики и прочее, ну, разные виды же есть. Я говорю, что люди стимулируют себя разными средствами. Я на это не подсела, слава богу, потому что это путь немножко, знаете, уже в никуда. У нас очень мало времени, кстати, я с вами бы ещё говорила, полдня. А вы принадлежите к когорте тех исполнителей, у которых там топ, да, то есть по оплате. Выше не платят уже никому. Ну, почему? Плассида, Доминго платят. Ну, вы, наверное, в сотне, да, первых в мире, которым платят много. Да, не знаю, не знаю. Да, а как вообще деньги? Они как-то меняют жизнь человека? Да, деньги меняют. И я вам хочу сказать о себе, что, слава богу, у меня настал этот период жизни, когда я не думаю о том, чтобы прокормить своих детей. Да, вот это очень важно для меня, потому что я прошла в своей жизни очень многие такие нюансы. Вот, и, безусловно, деньги – это своеобразная как бы свобода и внутренняя, и внешняя. И последний вопрос, при тем, как вы мне зададите вопрос, если захотите. Вот, знаете, у женщин в миру есть вечный страх там старости, да, но у артистов есть вечный страх, что с ним произойдёт что-то, что не смогут выйти на сцену. То есть, в частности, у вокалистов – это их связка, это их голос и так далее. У вас есть эти страхи? Если есть, как вы с этим боретесь? У меня этих страхов нет. То есть, у вас есть чёткое ощущение, что всё будет окей? Ну, я где-то живу сегодняшним днём. Это прекрасно. Это прекрасно. Я вам должна сказать, что у вас очень позитивная энергия. Вот я с вами рядом сижу, я такие вещи чувствую, у вас просто супер. Если хотите задать вопросы, задавайте. Ну, вот, кого вы предпочитаете в оперном мире? Кто ваш любимый оперный исполнитель или там камерный, оперный? Вот вы знаете, я не могу сказать, что я большой любитель оперы. Но, конечно же, понятно, что все вот эти знаменитые имена, я их знаю, я их периодически слушаю. На меня огромное впечатление в своё время Кабарье произвело, потому что я её несколько раз вживую слушала. И в ней... На меня, знаете, что произвело огромное впечатление? Потому что я всегда, вот как профессиональный театровед, я могу сказать, что артист – это энергия всегда. Не только там вокальные данные, не только технические какие-то сценические данные для драматического актёра. Меня поразила в ней энергия молодой девушки. Я её слушала уже в, ну, таком достаточно приличном возрасте. И, знаете, люди же устают. И должна... Мне казалось, что сквозь это исполнение должна просвечиваться усталость какая-то. Энергия 16-летней девушки. Вот этот звенящий голос, эти сияющие глаза энергии, они меня потрясли, и я поняла, что есть ещё большие артисты. И это где-то ещё род колдуны, понимаете, колдуньи. Что-то есть в вас всех такое, что невозможно рационально объяснить. Ну и это же прекрасно, и этим прекрасное искусство. Спасибо большое. Ну что ж, друзья мои, с нами сегодня была великая артистка, не побоюсь этого слова. Артистка, которая есть и гордость нашей национальной оперы, и наша Украина, это Людмила Монастырская. Человек, которого ждут, исполнительцы, которого ждут на лучших сценах мира. И дай бог, чтобы у нас совсем было так же хорошо, как с нашим оперным искусством. А вам я желаю прекрасной ночи. Просыпайтесь счастливыми, свободными, и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова